Всем привет! Меня зовут Максим Ипихин. Я представляю собственного CryEngine. И в этом видеоуроке я хотел бы рассказать вам про такую очередь, как River Tool. С помощью него можно составлять реки, но в ней есть один маленький недостаток. К сожалению, реки не могут быть изогнуты вниз. То есть они могут быть только относительно высоты прямой. Я создал маленький простенький terrain. Теперь давайте создадим самбаричку. Переходим в Edit terrain. Flatten. Указываем высоту. Высота высоты. У меня лежит 23, тогда наше 17. Пусть будет. Жать-вис поменьше сделаем. И сделаем нашу речку. Так, жёстче сразу что его. Вот, собственно, делаем. Как-нибудь. Ну, давайте так. Теперь Smooth. Опс, нет. А, черт. Эх, я перезагружу, желаю его. Ну, она не перезагрузилась, как хотелось бы. Ну, ладно, так, значит, будем делать на этом. Напоминаю, что мы создаем речку, да. Точнее, сейчас мы создаем пати на длине и Modify, Smooth. Хотя, по-моему, это то же самое. Ну, да, ладно. Так, ладно, всё. Заговоры в сторону. Нажимаем Missed. River, Fallow Terrain. Пикнем мы его вот тут вот. И давайте рисовать большую речку. Unpixed или Y. Нет, пока потирай, не поймем. Так, в общем, всё как в предыдущем видеоуроке, в котором мы делали дорогу. Так, ну вот, создал я небольшую речку, которая выглядит ужасно в плане конструкции. И именно поэтому мы нажимаем Edit, выбираем точку и поднимаем её так, давай нажмём View, Left. Какая-то точка лежит. Сейчас закроем времени. Так, ну она вроде лежит на самом деле. На прямой. Давайте пока поднимем то, что мы можем действительно видеть. Так. 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 теперь нажимаем Material, Materials, Water, Forest, A, Segan, и вот уже видим нашу речку, как она представляется на самом деле и опускаем её на нужную нам высоту. Теперь установим параметры ширины, чтобы она заполняла всю нашу, всё наше пространство. так, и давайте сделаем Smooth Terrain, жёстче. Так вот. Так, ну, сделали. вот наша речка, у неё также есть глубина, вот наша речка, которую мы можем с вами устанавливать. Нажмём на речку. Теперь мы установим скорость течения воды сначала. Вот. Так. Ну, это от истока, кстати, вылезла нам Алёха. Так. Подниму-ка я чутко. Подниму-ка я подниму. возьмём вот эту высоту и поднимем. Всё. Так. 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 Я наш подниму. У воды действительно вначале не очень такой цвет. Можете его изменять, например. Сделать более прозрачным. Добавить какой-либо оттенок. Для воды мне кажется вот такой оттеночек. Он больше похож на туман. Наверное. Так. Вот. Теперь эта галочка отвечает за что-то типа тумана. Как туман влияет на воду. Соответственно ставим разные значения. По-разному у нас затуманенность воды. Ну а это уже полностью прозрачно. скрытых мест так сказать ее нет. То есть она прозрачна. Можно выставить параметр 0.1. И вот уже как раз накладывается этот цвет. Небольшой. теперь соответственно мы говорим о глубина ее мы можем регулировать значениями разными. но они не здесь устанавливаются. депс депс быть да депс это красная есть разная глубина тут чирик стоял оставим в точек мы можем бегать тут уже плаваем забавно но заодно это покажет работу сама воды изменим ширину и соответственно все эти параметры можно найти в документации описания я рассказал про оттенки про глубину и про ширину кстати есть такой же параметр степсайз уменьшив который мы получим реку хуже ведь у нас есть разломы и соответственно чем больше параметр тем наша река будет более точно повторять контур который мы задали максимум у нас 10 если мы ставим единичку вот получается создает давайте вот этот кусочек проверим вот вот видите накладка есть вот тут вот тут заметно причем причем сильно вот видите как идет соответственно чем меньше это значение по идее тем меньше создается этих кусочков чем больше тем их больше но почему-то когда их больше то и река выглядит намного лучше потому что она заполняет уже эти какие области и здесь происходит без изменений ну наверное по рекам закончим к сожалению к сожалению к сожалению утилита вот рваив крашен движок почему-то 358 но я не знаю на самом деле почему так он наверное тоже пофиксили в других версиях ладно всем спасибо за внимание меня звали Максим Епихин точнее почему звали и зовут Максим Епихин я представляю сообщество microengine в этом уроке вы научились создавать реку всем спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на группу вконтакте пишите ваши замечания по видео и всем удачи в разработке